Здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим, как выполнять умножение одночлена на многочлен. Итак, пускай у нас есть число m, и мы должны умножить его на n плюс k. Равняется. Обратите внимание, я поставлю стрелки, чтобы мне было удобнее умножать. Итак, m умножить на n – это mn. m умножить на k – прибавить mk. Рассмотрим еще один пример. Минус 4x умножить на скобку a плюс b. Итак, минус 4x мы умножаем на a. Минус 4. Числа пишем в порядке алфавита, то есть сначала a, потом x. Перед скобкой минус в скобке плюс. Минус на плюс дает минус. И умножаем дальше. Минус 4x умножить на b. Получаем 4bx. Рассмотрим с вами еще один пример. Минус y умножить на минус 2a минус 3b. Равняется. Перед скобкой минус в скобке минус получается плюс. 2a умножить на y. Получается 2a, числа у нас в порядке алфавита. Перед скобкой минус в скобке минус получается плюс. И теперь умножаем y на 3b. Получаем 3by. Теперь рассмотрим случай, когда коэффициенты большие. Итак, минус x квадрат y квадрат. В скобке будет стоять 2x минус 3y. Равняется. Итак, сначала мы умножаем первое. Определяем знак. Минус на плюс будет минус. А один единственный коэффициент. Двойка. Дальше. Рассматриваем x квадрат. Мы умножаем на x в первой степени. При умножении показатели складываются. Получается x в третьей степени. Но y остается во второй. Далее. Перед скобкой минус. В скобке минус получаем плюс. Коэффициент у нас 1. Тройка. Плюс 3. Далее. x квадрат остается. И y квадрат умножить на y будет y в третьей степени. Значит, вот мы рассмотрели всевозможные варианты.